РСЗ АМ-142 Химмарс Высокомобильная система залпового огня из США Первые работы по теме Химмарс, Хайм Мобилот и Артиллери Рокет Систем, высокомобильная система ракетной артиллерии, были проведены еще в 80-х годах. Существовавшая в то время РСЗ АМ-270 МЛРС по своим основным характеристикам соответствовала требованиям, однако ее мобильность могла быть недостаточной для решения некоторых задач. Как следствие, требовалось создание новой аналогичной системы в более мобильном варианте. К началу 90-х годов была определена возможность создания сравнительно компактной пусковой установки с шестью направляющими для 227-мм реактивных снарядов, которую можно было размещать на авиатранспортабельном шасси. Основой для боевой машины М-142 Химмарс является трехосное полноприводное шасси семейства ФМТВ груза подъемностью 5 тонн. Базовый автомобиль строится по бескапотной компоновке и получает набор необходимых агрегатов. Так, серийная техника может получать как штатные, так и защищенные кабины экипажа. Позади кабины на шасси монтируется блок дополнительного оборудования, а грузовая площадка рамы отдана под размещение опорно-поворотного устройства с пусковой установкой. Общая длина машины составляет 7 метров, ширина 2,4 метра, высота, в походном положении, 3,2 метра. Боевая масса самоходной пусковой установки с боекомплектом достигает 10,9 тонны. Машина способна развивать скорость до 85 километров в час и проходить на одной заправке до 480 километров. Управление комплексом осуществляется экипажем из трех человек, располагающимся внутри кабины. По данным фирмы-разработчика, при необходимости все операции по управлению боевой машины могут выполняться и одним человеком. В задней части шасси помещается опорно-поворотное устройство с приводами для горизонтального и вертикального наведения. Имеется возможность стрельбы в любом направлении с углами возвышения от минус 2 до плюс 60 градусов. Управление приводами наводки осуществляется с пульта, размещенного в кабине. Системы управления огнем комплекса М142 HIMARS унифицированы с аппаратурой комплекса MLRS. Пусковая установка машины М142 разработана с учетом наработок по системе MLRS, а также использует некоторые ее агрегаты. Установка представляет собой U-образное устройство с креплениями для сменных пакетов направляющих. Кроме того, на верхней части пусковой установки помещается кран системы перезарядки. Такая конструкция пусковой установки позволяет комплексу HIMARS использовать стандартные транспортно-пусковые контейнеры, созданные для М270 MLRS. Контейнер представляет собой блок из нескольких, стандартной версии, 6, стеклопластиковых транспортно-пусковых контейнеров трубчатой конструкции с направляющими для придания ракетам вращения. Контейнеры соединяются между собой несколькими рамами-обоймами, что позволяет одновременно производить операции со всем пакетом. Боеприпасы помещаются в контейнеры на заводе изготовителя, после чего устанавливаются герметизированные крышки и контейнеры заполняются инертным газом. Извлечение или иное обслуживание ракет до стрельбы не предусматривается. Для проведения перезарядки пусковая установка разворачивается назад по ходу движения, после чего из ее верхней части выдвигается опорная рама подъемного устройства. При помощи набора тросов и крюков производится подъем пакета контейнеров с грунта или с грузовой платформы транспортной машины, после чего он помещается внутрь пусковой установки. Демонтаж использованного пакета осуществляется таким же образом. Смотрите дальше, дальше будет интересней, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и обязательно включите уведомления. Важной особенностью реактивных систем залпового огня МЛРС и ХИМАРС является широкая номенклатура совместимых боеприпасов. За счет отсутствия собственных пусковых направляющих машина может нести контейнеры с реактивными снарядами различных типов и разных калибров. Благодаря этому самоходная пусковая установка может нести от одной до шести ракет с разными характеристиками. Являясь упрощенным и облегченным вариантом М270 МЛРС, система М142 ХИМАРС сохраняет возможность применения существующих боеприпасов. Кроме того, унифицированы и новые виды реактивных снарядов. Изделия, заимствованные из существующего проекта, нередко именуются как МФОМ, MLRS Family of Munitions, семейство боеприпасов для MLRS. К этому семейству относятся как неуправляемые, так и управляемые системы. Все снаряды с семейством МФОМ имеют калибр 227 мм и длину 3,94 мм, однако отличаются весом и боевой нагрузкой. Вне зависимости от типов ракет, пусковая установка ХИМАРС может нести боекомплект из шести снарядов. Для MLRS и ХИМАРС разработаны следующие реактивные снаряды. Семейство боеприпасов АФОМ, Army Tax Family of Munitions, семейство боеприпасов АТАКМС, включает следующие типы ракет АТАКМС. АТАКМС БЛОК-1, тактическая ракета с кассетной головной частью на 950 боевых элементов, дальностью до 165 км и инерциальной системой управления. АТАКМС БЛОК-1А, тактическая ракета с кассетной головной частью на 300 боевых элементов, дальностью до 165 км и инерциальной системой управления, комплексированной с приемником GPS, вертикальным конечным участком траектории и дальностью стрельбы до 300 км. АТАКМС БЛОК-1А и ЮНИТЕРИ, тактическая ракета с фугасной боевой частью весом 500 фунтов, 226,8 кг, инерциальной системой управления, комплексированной с приемником GPS и дальностью стрельбы до 270 км. АТАКМС БЛОК-2, тактическая ракета с кассетной головной частью на 13 само прицеливающихся боевых элементов БЭТ и дальностью стрельбы до 140 км. АТАКМС БЛОК-2А, тактическая ракета с кассетной головной частью на 6 само прицеливающихся боевых элементов БЭТ, улучшенной конструкции, и дальностью стрельбы до 220 км. Боеприпасы МФОМ, MLRS Family of Munitions, семейства боеприпасов MLRS, включают следующие типы ракет. М-26, неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью, субэлементы М-77. М-27, М-26А1, неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью, субэлементы М-85, и увеличенной дальностью стрельбы до 45 км. М-26А2, неуправляемый реактивный снаряд с кассетной головной частью, кумулятивно-осколочные субэлементы М-77, и увеличенной дальностью стрельбы до 45 км. GMLRS М30 управляемый МЛРС, в 240-м управляемый, инерциальная плюс GPS, реактивный снаряд с кассетной головной частью, субэлемент М85, и увеличенной дальностью стрельбы до 70 километров. М31, модификация изделия М30 с осколочно-фугасной боевой частью весом 90 килограммов. Остальные характеристики не меняются. М28-227-мм тренировочный реактивный снаряд. М28-1, 227-мм тренировочный реактивный снаряд с уменьшенной дальностью стрельбы. ЭТ-2, 227-м кассетный реактивный снаряд, постановщик Мин. С ноября 2015 года комплексы ХИМАРС, отправленные в Ирак, участвуют в борьбе с террористами. За прошедшее время было выполнено несколько сотен пусков ракет разных типов по различным объектам противника. Во всех случаях отклонения ракет от цели не наблюдалось.